Итак, доброе утро! Всем привет, дорогие друзья! Шалом, бонжур, хеллоу! И мы начинаем урок чуть раньше, как я уже говорил. Сегодня опять чуть раньше, потому что мне нужно быть уже в 11, начать тренинг, третий день. И поэтому я не могу, не могу начать сегодня в 10. Начинаю раньше. И урок будет чуть-чуть короче. Поэтому сразу начинаем изучать. Третья глава Мишли, притча царя Соломона. Итак, всем шалом, бонжур, хеллоу! Значит, мы дошли до шестого отрывка. И в шестом отрывке сказал нам царь Соломон, передал нам такую божественную мудрость, что Бекольдрахеха на всех своих путях познавай Бога, и он выпрямит твои дороги. То есть, если у тебя намерение будет познавать Бога, то есть, что такое намерение? Каждое действие, которое человек делает, у него есть какое-то глубинное намерение, почему он его делает. Иногда он его осознает, иногда не осознает. Большую часть действий мы делаем, не осознавая, почему мы их делаем. Просто или по привычке, бывает на автомате человек делает. Когда-то у него было намерение, он создал себе какой-то автомат, и он делает. Бывает такое, бывает есть вариант, когда человека запустили другие люди. То есть, он идет по схеме других людей. Например, армия, яркий пример. Как солдат выстроили призывников, и спрашивают, скажите, пожалуйста, вот почему ты здесь? Он говорит, я в армии, потому что я пришел служить родине. Второго спрашивают, а ты почему здесь? Он говорит, я в армии, потому что я хочу служить родине и строить коммунизм. Советская была армия. Он третьего спрашивает, а ты почему здесь? Он говорит, вы знаете, товарищ командир, меня же никто и не спрашивал. Меня просто забрали и все. Так вот, какие-то действия мы делаем, потому что нас просто забрали. Система заставила, так оно работает. Красный свет, я стою, зеленый, я еду. Какие-то действия мы делаем по привычке, какие-то действия человек делает осознанно, у него есть намерения. Теперь намерения человека тоже в большинстве своем неосознаваемые, потому что есть, например, потребности. Есть потребности физиологические. И когда организм сигналит, что хочется кушать, то тогда ты начинаешь искать еду. Когда человеку страшно, он думает, как же мне сделать себе пещеру, жилье обустроить, нужно где-то жить. Потом человек думает, надо же с тем-то общаться. Он не думает, у него потребность есть в общении. То есть, это запрограммированные потребности. Дальше, когда он общается, он хочет быть лучше, чем другие, это тоже потребность. Это я рассказываю пирамидам о словах. Но эти все штуки, они в нем запрограммированные, заряженные. А иногда человек, сам делая действия, у него есть намерение. То есть, намерение это его личная цель, например. Это его личная мечта, это его личная какая-то схема, которую он выстраивает, длинная схема. Вот я сделаю это, 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 а потом это. Это уже тогда, тогда это он сам выстраивает намерение. Так нам в шестом отрывке сказал царь Соломон. Если твое намерение будет, твое намерение будет, Анна, на всех своих путях, дорогах познавать Бога, то есть, ты все время в свое намерение, вот в любую свою длинную схему, я хочу это, и ты туда добавляешь познать Всевышнего, познать Бога, познать, к нему как-то приблизиться, познать его. Тогда написано, он сказал нам, царь Соломон, что Бог выпрямит твои дорожки. То есть, тогда твои дорожки будут прямые. Дальше, седьмой отрывок. Альти хахамба и неха. Не будь мудрецом в собственных глазах, он говорит. Альти хахамба и неха. Ире эташем высур мира. Бойся Бога и отодвинься от зла. Теперь, человек, когда он выстраивает свои схемы жизненные, он, например, то есть, он вышел уже, он говорит, секундочку, я буду сам управлять собой. Это моя жизнь. Вот моя, там, например, цель какая-то, да? Да, я хорошо, я за Бога. За Бога я хорошо. Но вот как я за Бога, я уже сам решил говорить, человек. Это называется хахам. Это называется быть мудрец в своих глазах. То есть, человек, говорит, я вот встречал несколько таких мудрецов. Они говорят, вот знаете, говорит, письменную Тору я понимаю. Написано, написано, у меня вопросов нет. Все, что написано, я читаю, читать умею. А устная Тора, то, что мудрецы сказали. Нет, секундочку, это я не хочу слушать. Это мудрецы сказали. Они мудрецы, я мудрец. Я знаю несколько таких человек. И я буду сам сейчас выдумывать, что Бог имел в виду, что Бог от меня хочет. Я сейчас сам себе придумаю. Говорит нам царь Соломон, не будь таким мудрецом в своих глазах. Тора, она была получена Маше Рабейну. Маше Рабейну, Моисей, он получил Тору на горе Синай. Сорок дней и сорок ночей он был на горе, не ел, не пил и получал Тору. Потом он Тору передал, передал. Мушетибель Торам и Синай, получил Тору на Синай. У Масрали и ушо, передал Юшуа Беннуну. Юшуа Беннун, во Юшуа Лескним. Он передал Старейшинам. У Скнимли Невим. Невим передали Пророкам. У Скнимли Невим. Старейшины Пророкам передали. И так далее. И Тора передавалась. И не можешь ты быть мудрецом в своих глазах и сказать, что я сейчас вам расскажу, какая Тора. Как сделали когда-то реформисты, консерваторы и прочие-прочие выдумщики, которые добавили, убавили, прибавили, перекрутили и так далее. Понятно, да? Бойся Бога, сказал Старейшин Алабон. Побойся Бога, он говорит. Ты пойми, что Бог это не игрушка. Он хозяин мира. Он дает жизнь всему живому. И он жизнь забирает. Он разрушает города. И он дает людям возможность их строить. То есть это Бог. Это Бог. Это создатель мироздания, который все мироздание поддерживает вообще в существовании. Да, у тебя есть возможность. У тебя есть возможность про него думать. То есть ты человек всего лишь. Всего лишь человек. Ты можешь думать про Бога. Ты можешь постигать Бога. Ты можешь постигать Его волю. Но сказать, что ты знаешь это. То есть взять на себя право что-то менять нельзя. Нельзя. Понятно, да? Значит, сказал нам Царь Самон седьмого отрыва. Не будь мудрецом в своих глазах. Ирей Ташем. Бойся Бога, высур мирай, и отодвигайся от зла. То есть главным принципом, сказал нам Царь Самон, А он это получил от царя Давида, своего отца. Сур мирай, отодвинься от зла. Ваосе тоф. И делай добро. То есть здесь у человека есть... Вот смотрите. Что сильнее? Вот вы идете по тропинке. Вы идете по тропинке. Лес. И там вот вы видите вдалеке где-то земляничка в чаще леса. И вы смотрите, вот земляничка. Но вас предупредили, что в этом лесу водятся дети и змеи, и дети и пауки. Ядовитые дети и змеи, и дети и пауки. И также туда заходят дети лисы бешеные и волки. И они вот как раз они возле землянички все пасутся. Будете вы, пойдете вы за земляничкой? Конечно нет. Если человек нормальный, он скажет, секундочку, если есть хоть маленький шанс, что меня сейчас укусит паук, змея, дикая леса, волк и так далее. Зачем мне эта земляничка? Зачем мне эта земляничка? Я лучше отодвинусь от зла и буду делать добро. Теперь, если у человека нормальный же человек, он понимает. Есть Тора, это то, что получил Машера Бейну, и то, что передается. Да, мы верим. Написано, что еврейский народ ваяамин у бе-маше, бе-ашем у бе-маше авдо. Что они поверили в Бога и в Моше его раба. Да, Моше это был как раб Бога. То есть, он полностью передавал волю Бога. Они поверили, и мы верующие. То есть, мы верующие дети верующих. Теперь, но, если человек сидит и думает, так, что у меня в жизни? У меня есть вещи, которые мудрецы сказали, что это запрещено, что Бог запретил. Тора запретила. И мне, вот мне по моему разумению, по моим мозгам, кажется, что можно. Что я, кстати, думаю, что земляничку эту мне можно взять. Только страх перед Богом может удержать человека. Это мы уже учили в первой главе, что Ират Ашем решит даат. Хохмау мусара в лимбазу. Что страх перед Богом, он удерживает вот это вот познание Бога на месте. Это как штифт такой. Нету страха. Если все теория, теория она, тут теория про паучков, тут теория про земляничку. И, конечно, земляничка победит, если в теории. А если испугаться, то паучок победит, дети. Понятно? Поэтому нам сказать царь Соломон, не будь мудрецом в своих глазах. То есть пойми, что то, что ты знаешь, ты знаешь очень мало. Очень-очень мало. Я обычно на тренингах людей проверяю. Говорю, вот скажите, вы же знающие люди, знающие. Жизнь знаете, повидавшие. Повидавшие. Я говорю, а сколько вообще вы живете в мире? Сколько в мире стран? Кто знает? Напишите, пожалуйста, сколько в мире стран? Кто сейчас... Мы все живем в мире? Все вместе живем в мире. Сколько стран в мире? Вот Наташа Блау, как вы думаете? Или Татьяна Абрамова. Сколько в мире стран? Кто напишет первое? Количество стран. А? Так, что-то у меня нет комментариев. В общем, обычный человек, который не знает, сколько в мире стран, он пишет или думает, что в мире там от... От 178, как говорит Олег Марголин. Мариана Кутикова думает, что 250. Вера Перлина думает, что 200. Альберт Постольник думает, что 200. Правильно? То есть, в среднем люди думают, от 500 до... Оксана Сериченко прибавила стран вообще. 240. Оксана Лисак. Витипедия... Я когда-то смотрел в Витипедии. Витипедия говорит, что 251 страна в мире. 251. То есть, те, кто написали 200, просто забыли, просто забыли 50 стран. Немного не... Вот такая разница. Да? Я живу в мире, в котором я забыл про 50 стран. Сколько стран в мире? То есть, каждый человек, да... Витипедия говорит... В состав... Вот смотрите, интересно. Витипедия говорит, в состав Организации Объединенных Наций входит 193 страны. Там, тут вдруг 195 цифра вышла. Сейчас в мире насчитывается 252 страны. То есть, не знаю. 252, да? Мы все посмотрели. 252. Что получается? Получается, что человек живет не в мире, а в своей модели мира. Он себе что-то напридумывал. Про мир, про количество стран, про... Про... Там, какие-то правила в мире. И вот это первое, что царь Соломон нам советует понять. Не будь мудрецом в своих глазах. Пойми, что ты знаешь о мире очень мало. Теперь, и второе, что он говорит. Бойся Бога. Бойся Бога, говорит. Бога, бойся. Потому что Бог, он управляет миром. И если ты его боишься, тогда этот страх, он тебя заставь... Он тебе поможет. Он тебя не заставит. Он тебе поможет отодвинуться от зла. То есть, спастись. И потом делать добро. Восьмой отрывок. И он говорит дальше. Не бойся, говорит. И это будет лечением для твоих мышц. И это будет наполнением твоих костей. То есть, человек может подумать. А как же это я? Как я без землянички проживу, подумает человек. То есть, меня же Тора лишает того, лишает того. Это как змей, когда он с первой женщиной разговаривал с Хавой. Он ей говорит, да, говорит, тяжело вам. А вот сколько деревьев хороших, и вам ничего же есть нельзя. Женщина ему говорит, нет, нам все можно. От одного дерева нельзя. Дерево познания добра и зла. То есть, в принципе, нам нельзя только одно. Делать зло. Бог говорит, вот послушайте меня. Вам все можно. Весь мир ваш. Только делайте добро и не делайте зло. Что такое добро? Вот добро. Что такое зло? Вот зло. Все. И не меняйте местами. Если конкретно зациклиться на том, чтобы делать заповеди, то вообще минуты свободной не будет. Ты делаешь добро, добро, добро. Хочешь кушать? Так у тебя есть, даже можно свинину сейчас сделать, если ты хочешь почувствовать вкус свинины, можно сейчас делать искусственное, из сои там любого вкуса мяса. Хочешь креветок? Нельзя креветок, но есть рыбка, барабулька. Она как креветки. Чем она отличается? Ничем не отличается. Барабульку посыпь там специями. Вот тебе креветка получилась. Если говорить про сексуальные отношения, жени себе сколько угодно и занимайся себе с женой с сексуальными отношениями сколько ты хочешь. То есть все разрешено только разрешенным путем. И Бог тебе мало этого. Он тебе дает все хорошее и дает за это награду еще. Потому что ты выполняешь его волю, и он тебя защищает. Очень удобно. И Тора будет, если ты идешь по заповедям Бога, то это будет лечением для твоих мышц и наполнением для твоих костей. Что имеется в виду? Говорят, что все болезни от нервов. Это есть такая психосоматика. Многие утверждают, что причины болезни лежат в психологии. Дальше люди лечатся. И интересно, что чем богаче люди, тем больше они лечатся, у них больше возможностей, у них, по идее, должна быть жизнь длиннее. В Израиле, вот я недавно читал эту статью, мы даже ее на Вейхре разместили, самая большая продолжительность жизни в Израиле, в религиозных районах, где живут очень бедные люди, и они живут там, мужчины живут 90 лет, женщины 90 лет. Как? Как? Почему они живут 90 лет? Потому что они спокойны, радостны, им есть чем заниматься до последнего дня своей жизни. Они учатся, они учат Тору, они общаются, они молятся, они обсуждают, и они делают добрые дела. Все. И они с радостью смотрят в будущее, как мы поем в Эшетхайль песню, «А кто найдет обличную жену?» мы поем, что пиапатка бахахма, а народ открывает с мудростью, вы Тора от хесет, Тора милосердия на ее языке. И она смеется по своему последнему дню, она радуется, она понимает, что и в этом мире ей хорошо, и там ей будет дальше хорошо. Понятно, да? Все. Вот это то, что нам сказал царь Салмон, значит, еще раз, на всех своих путях познавай его волю, и он выпрямит твои тропинки, не будь мудрецом в собственных глазах, и удались, бойся Бога, и удались от зла, и врачеванием будет это Тора, то есть для тела твоего, и освежением для костей твоих. Все. Вот такая простая вещь. Понятно, да? Все, дорогие друзья, сегодня я заканчиваю, потому что мне нужно ехать сегодня тренинг, завтра с Божьей помощью уже будет в 10 часов. Все, удачи, успехов. Еще раз, Тора, это как семена, и когда вы что-то учили, поняли, осознали, нужно еще раз это записать, с тем-то поделиться, кому-то рассказать, подумать, как это повлияет на вашу жизнь, подумать, как вы можете действовать теперь чуть по-другому. Можно купить барабульку, съесть на всякий случай. Все, всем удачи, успехов, всем хорошего дня. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!